Йос, глаз, лев. Что лев? Представляете? Атмосферно, очень атмосферно. Почему я не была в мечети никогда, Игорь? А ты был? Нет. Он сказал, работают. Всем привет! Мы приехали в Евпаторию, в самый ее центр, старый город. Евпаторий город древний, ему 2500 лет. И в этом городе есть очень интересный, самый главный маршрут, называется Малый Юрсалим. За моей спиной как раз этот маршрут, карта его. Почему Малый Юрсалим? Потому что здесь встречаются храмы нескольких конфессий. И мы сейчас их все посмотрим. 25 веков назад Евпатория была Киркенетидой. И когда она была присоединена к Российской империи первый раз в 18 веке, вот тогда ее переименовали в Евпаторию. Сейчас мы войдем в Гезлевские ворота. Когда-то давно, в 15 веке, здесь османами была построена крепость. Гез-Лев. Гез-Глаз, Лев. Что Лев? Не помню. Лев что-то обозначал. И мы сейчас через них пройдем. Представляете, старину этих ворот, 15 век. Мы сейчас через них пройдем и покажем вам их с той стороны, они очень красивые. Ну как тебе ворота? Ворота потрясающие. Такие старинные камни. Я когда какую-то старину вижу, я прям впадаю в эйфорию какую-то. Ребята, а я помню, меня старина особо не впечатляет. Еще все ищут эту старину. Интересно, смотрите, что это за маленькие ворота. Наверное, на ослики подъезжать, подвозить всякие дрова, вещи, разгружать. А смотрите, как люди украшают все стены. Вот мы где были? В Орловке, около Севастополя, и в Протените, в Крыму. Нигде таких стен нет. Дверь, ну вот это же... Тут просто надо сфотографироваться с этой дверью рядом. Ну классно же. А продают ли... Посмотрев на это фото, мы ясно можем увидеть, что сто лет назад в Патторе посещала царская семья. А вот, как ты думаешь, это какой конфессии храм? Христианский. Православный. Точно, православный. А я сразу не сообразила. Мы зашли в информационный центр, вот в этом шикарном старинном здании. Взяли карту и буклет. И теперь мы во все оружие. По карте нас сейчас Игорь проведет. Мы уже посетили православный храм. Впереди у нас мечеть, краевские киназы. И ТД, и ТП. А под балкончиком лучше не стоять. Это мечеть? Да, вот мечеть. Алена сказала, вот это мечеть. Вот это мечеть. А постоянно вот башня? Да, вот это мечеть. Джума Ханжами. Вы понимаете, что это 1552 год? Это вообще... Ребят, не ходите с ребенком, ребенок устанет. Только если ему покупать все время мороженое. Мы идем в храм. Специальную одежду одели, смотреть мечеть. А я не оделась. А детям не обязательно одевать. Друзья, нам провели маленькую экскурсию. Я вообще первый раз была в мечети, внутри мечети. Никогда раньше. А почему я не была в мечети никогда, Игорь? А ты был? Нет, ни разу. Я не была. В общем, очень кратенько, но очень интересно. Рассказали нам про религию, про свою. И почему там, например, нет икон в храме. У них там очень интересны витражи, посвященные временам года. Энамин должен быть растительный или геометрический. Только такой в храме. Ну, много нюансиков. Конечно, я подзависла. Вернемся еще раз к православному храму. Отсюда такой на него шикарный вид открывается. Посмотрите. И вот он. Прямо. А я сейчас вам покажу, как он выглядит, с саты птичьего полета. Один из самых древних храмов мы уже прошли в мечеть. Ей, я так понимаю, более 450 лет. 15 век она, да? Ай, как у меня валят ножи. А вот это турецкие бани. Слушайте, смотрите, написано. Турецкая баня. То есть еще очередная. А работает что ли? Национальность, которая здесь жили, это турки. Мы продолжаем путешествие по древней Тиркенетиде. Атмосферно. Атмосферно. Очень атмосферно. Ну, посмотри, вот это все. Лестница, смотрите. Да. Ну, просто это все. Смотрите, вот как улюбят свой город жители. Даже столбик связали одежды. Представляете? Наверняка у этого столбика есть имя. Столбик Андрей. Нет, это не Андрей. Машенька. Нет, скорее Машенька. Заходим в караимские кенасы. По крайней мере, вход просто такой необычный, красивый. Караима – это еще одна религия, которую я раньше, честно говоря, даже не знала. А вот написано, откуда я это Алёна взяла. А, вот написано. Пойдем проходить. Пойдем проходить. Пойдем проходить. Нам много рассказали про караимов. Конечно, все пересказывать сложно и, наверное, не очень интересно вам. А, Игорь, а ты что запомнил? Я запомнил, что их 140, что их религия наиболее древняя, основана на Ветхом Завете. Потому что большинство современных религий, они дописывали Библию, Коран, какие-то Новые Заветы. А караимы берут в основу Ветхий Завет и считают, что это первоисточник и первая религия. Это отдельно, полностью самостоятельная религия. Абсолютно, какой у меня лизон классный. Левпатория, оказывается, это родина караимов. Откуда они взяли свое начало. Сейчас Игорь смотрит в солнечные часы. И вот мы сейчас сверим время. Смотрите. Работают? Я не помню, где начало, где конец. 12, 1, 2, 3, 4. Плюс час, начало пятого. Ну, как-то да. Он сказал, работают. Караимы, у них в религии нельзя ни в коем случае было взять грязными руками молитвенник. Поэтому здесь краник. Еще у них было два языка. Один язык тюркский, да, на котором они разговаривали. А другой язык, на котором они писали, у них было... Это был древний еврейский язык. То есть они на одном языке разговаривали, а на другом писали. Вот так вот у них было интересно. Вот здесь вот написано на этом языке. Вообще потрясающей красоты. Дворы. Здесь такие дворики. Каждый со своим смыслом. Вот здесь ожидали молитву. Вот это двор ожидания. Посмотрите, он за моей спиной. Это просто красота невообразимая. Алена мечтала зайти попить кофе. Кизлевский хворот. Прямо сбытре. Ребятки, нам наконец-то принесли шикарный кофе. Смотрите, какой у меня кофе. Это кофе Кизлев. Сейчас здесь чашечек кофе. Я с ним попрощаюсь. Всем пока. Не забывайте прям подписываться. А, ой, не ушли. Это что это? Шевели. Хубани. Вот так.